Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны истории будет, так как в нынешнее время факты искажаются исторически, и просвещение молодёжи, просвещение населения в целом по истории нашей страны. Виктор Юлианович, тема патриотизма активно развивается и в нашем округе. Каково ваше личное отношение к событиям Великой Отечественной войны и к подобным мероприятиям? Спасибо, Ирина, за вопрос. Вы знаете, я очень рад, что в последнее время тема об истоках нашего патриотизма, нашего чувства долга перед Родиной и памятью героев, погибшей в той войне, она поднята на самый высокий государственный уровень. В истории нашей страны было много событий, которые имели колоссальные значения, колоссальный масштаб и огромное влияние на судьбы не только отдельных людей и семей, а на исторические судьбы народов и поколений, стран и государств. Ну, это и Октябрьскую революцию можно назвать в этой связи и Великую Отечественную войну, и самые последние события такого уровня — это распад Советского Союза. Но в череде этих событий именно Великая Отечественная война — это один из наиболее героических и, наверное, один из наиболее трагических периодов нашей истории. Ведь мы прекрасно помним, мы старшие поколения, имея в виду, что были не только блестящие победы под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, были первые годы войны, где были неудачи. И до того, как до величайшей победы в мае 1945 года личному составу Красной Армии пришлось пройти через неудачи в том числе, а потом уже освобождали пять за пятью родную землю, освободительный поход в Европу и взятие Берлина. Пришлось в том числе и горечь поражений понять и научиться воевать. Победа ковалась и в тылу. Мы знаем прекрасно, что ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки, руками которых приходилось восстанавливать и повышать производственно эвакуированных или разрушенных предприятиях на полях и фермах. Советский народ, так мы называем ту общность народов и атмосфер, которые проживали на территории Советского Союза, проявил чудеса героизма и самоотверженности. Всё это наша с вами история. Это как раз те истоки патриотизма, это та святая память, которую мы должны бережно передать подрастающим поколению, вам в первую очередь. И вот мы, представители разных поколений, представители органов власти различного уровня, учёные и историки, мы обязаны скрупулёзно и тщательно отработать все действия по повышению патриотического воспитания, как в пределах всей России, так и, естественно, на территории нашего округа. Спасибо, Виктор Юлианович. Марина Михайловна, если Виктор Юлианович высказал своё личное мнение, то я думаю, что вы можете дать экспертное, как историк. Как вы считаете, на каком уровне сегодня находятся знания молодёжи, знания старшего поколения по истории как Великой Отечественной войны, так и истории России в целом? Вы знаете, ответ на этот вопрос казалось простой вопрос, очень сложен. В связи с тем, что изменилась в целом ситуация в стране и в сфере образования в том числе, изменились подходы к изучению истории, в том числе героической истории, учитывая, что в 90-е годы, особенно прошлого, 20-го века, слишком много было фальсификаций на тему Великой Отечественной войны. Эту страницу истории просто очерняли. Результат, к сожалению, не устраивает нас. Молодёжь очень слабо представляет, что такое вообще война Великая Отечественная, Вторая мировая. Молодёжь, к сожалению, не может оперировать фактами военной истории, и поэтому её очень легко увезти куда угодно, легко подтасовать и обмануть. Мы это видим сегодня на примере событий на Украине, при Балтийских республиках, в Европе, когда руководитель Польши, правительство Польши заявляет во всеуслышание, что Берлин брали украинские девойска, о том, что советские войска фактически не внесли своей доли, своего вклада в освобождение Польши, когда в той же Польше сносятся памятники людям, освобождавшим эту территорию. И вот на этой волне обращение к теме Великая Отечественная война, предложение осмыслить эту героическую страницу в истории нашей страны очень важно. На уровне государственном, на уровне каждого региона, на уровне каждой семьи, каждой общественной организации. Поэтому, скажем, наш краеведческий музей сразу отозвался на предложение, инициативы молодежной палаты, депутатов, собраний депутатов Ненецкого округа, предоставить площадку для, может быть, популяризации событий Великой Отечественной войны. И поэтому мы проводим публичные лекции, которые помогут, позволят людям более-менее подготовиться к этому всероссийскому тестированию. То есть это такой этап подготовки эти публичные лекции. Расскажите подробнее, кто может прийти, послушать. Да, идея принадлежит собрании депутатов и молодежной палате собрания депутатов. И повторяю, что мы проговорили формат мероприятий. Это не просмотр фильмов, не чтение художественных книг, которые воспитывают чувство патриотизма, но чувство этой эмоции, согласитесь. А вот формат публичной лекции даёт нам очень важную составную патриотизма. Это знание. Если человек знает свою историю, знает и о проблемах, поражениях, о которых Виктор Ильянович сейчас напомнил, знает о победах и о том, чем можно и кем можно гордиться, то такого человека не обмануть. Он для себя чётко выстроит своё отношение к событиям Великой Отечественной войны. И поэтому две публичные лекции, запланированные нами, они предполагают для старшего поколения освежить в памяти основные факты военной истории. А для молодёжи, как выяснилось вчера, для многих просто открывают эти страницы истории. вот так вот. То есть первая лекция уже прошла? Да, первая лекция у нас состоялась вчера в здании Краевического музея и прошла в общем-то успешно. Вот мы подошли уже вплотную к подготовке к проведению теста. Давайте теперь поговорим о том, где он пройдёт, кто сможет принять участие, как подать заявку. Тест будет проходить в Наринмаре на пяти площадках. Это Ленинский аграрно-экономический техникум, социально-гуманитарный колледж, школа номер 2, школа номер 5 и школа номер 6 посылка искателей. Подать заявку не надо, достаточно будет просто прийти к 11 часам утра 23 числа и всё. И будут выданы билеты и милости просим. Нам вообще хочется сделать это может быть как семейное мероприятие. Пусть там мы в школах учителя истории откликнулись, на классных часах проводят. То есть родителей зовём, посмотрим, как получится, ждём всех желающих. А также можно будет пройти онлайн-тестирование, которое будет проходить на официальном сайте проекта федерального «Каждый день горжусь России» с 0 часов 23 числа в течение суток. Достаточно просто зайти в интернет, кто не сможет посетить площадки. А уже известны подробности? Сколько будет вопросов? Какие будут темы? Да, конечно, вопросов у нас будет 30. 30 минут будет дано на написание теста. А темы в целом в истории Великой Отечественной войны, тыл, великие операции, которые были проведены, сколько фронтов было. В общем, будет, наверное, так, звучит так, вернее, что в тесте будет указано то, что должен был знать советский гражданин. Вот это те, кто составляет тест. И, наверное, шпаргалками, интернетом, естественно, пользоваться нельзя. Конечно, ну, зачем? Зачем? У нас, прежде всего, это инициатива каждого гражданина. Мне кажется, это будет неактуально немножко. А не было примерных заданий, не прислали примерные вопросы, может быть, примерная тема или просто Велика Отечественная война, и вот готовятся читать книги по всей этой тематике. Марина Михайловна. Вообще в пространстве интернет много различных вариантов, тестовых заданий, и любой желающий может туда заглянуть, проверить себя, протестировать себя на знания дат, имен героев Великой Отечественной войны, каких-то иных событий, выпадающих на период военного времени. Специально предварительного или пробного теста нам не направили, но мы совершенно четко поговорив, представляем, что будет предложена история Великой Отечественной войны всего Советского Союза, то есть включать будет и те территории, которые сегодня представляют самостоятельные государства, не только Российскую Федерацию, это во-первых, во-вторых, не будет краеведческого материала, на который мы бы, если бы составляли эти задания, конечно, сделали упор, все-таки ключевые события войны происходили на большой, как мы говорим, земле. Вот эти задания ожидаем и ответы на примерный перечень вопросов в связи с этим был предложен вот у нас на публичной лекции. Может быть, для тех, кто не сможет или по каким-то причинам нет вероятности посетить публичной лекции. Что почитать? Какие источники посоветуете? Вы знаете, что почитать? Ответ очень сложен. Вот Александр обратил внимание на то, что ориентир это знание истории, преподаваемой в советское время, когда тема патриотики была такой красной линией, проходила по всей истории нашей страны. Поэтому у кого сохранились и вдруг советские учебники советского образца советского времени, наверное, могут в этих учебниках поискать информацию. Конечно, современные учебники истории тоже годны для повторения. Хотя там героическая страница представлена более скупо, там больше упор делается на некие проблемные моменты истории. И я бы посоветовала у тех, у кого есть время, почитать воспоминания военачальников Великой Отечественной войны. Они дают ответы буквально на все вопросы по всем сражениям, по всем этапам военного времени. И история тыла тоже там представлена. Взять трехтомник воспоминаний Георгия Константиновича Жукова, это лучше, наверное, всяких учебников. Поэтому есть с чем работать. Впереди еще неделя. Конечно. Трехтомник можно осилить. Можно. Марина Михайловна уже упомянула о том, что в Советском Союзе тема патриотизма проходила красной линией. И вообще история была на каком-то, наверное, другом уровне и другое место занимала. Виктор Юлианович, как вот вы, как ваше мнение? Так это? Вы знаете, мы же учились в советское время. И поэтому я действительно наш, вот просто скрою простую вещь. Вот наш институт, вуз, который я заканчивал, он был вуз имени Ордена Ленина, имени Ленинского комсомола. То есть даже в названиях учебных заведений было четко отражено, что мы должны знать и помнить. Я хотел сказать вот в дополнение к тому, что коллега сказала, что действительно вот смешная была история вот с Польшей, да, то есть название фронтов, у нас были три фронта, они таким образом вот интерпретировали, что это были чисто люди, которые проживали на территории этнических частей. А ведь у нас было экстратериальное комплектование войсковых частей. Но, к сожалению, тут или люди не знают историю, или они сознательно вот манипулируют фактами. Я хотел бы сказать, что на всех уровнях мы сейчас пытаемся восстановить вот тот порядок и ту всю систему патриотического воспитания, которая была в то время. это время можно по-разному было оценивать. Но вот уровень масштабности подготовки молодёжи к нормальному, самоотверженному служению Отечеству тогда был на высоте. И вот я считаю, что все уровни публичной власти, как и государственной, федеральной, и окружной, так и муниципальной, должны по сильной участии принять восстановление этой системы патриотического воспитания. Мы как законодатели пытаемся это сделать законодательно, поэтому вот в мае прошлого года был принят закон о патриотическом воспитании в Ненецком автономном округе. Хочу сказать сразу, его внесла группа депутатов независимо от партийной принадлежности. Там подписались все фракции практически под этим законом, потому что все мы понимаем в той или разной степени, но все, насколько это важно. То есть это как бы первый шаг, и закон уже работает. Там определены цели, задачи, принципы патриотического воспитания, распределены по уровню власти, полномочия губернатора администрации собраний депутатов и иных органов власти и формы поддержки системы патриотического воспитания. Но я хочу сказать, что в администрации было уже утверждено постановлением еще в 2013 году программа по работе с молодежью, где составной частью является программа патриотического воспитания и до призывной подготовки на 2015-2017 годы. Там, в принципе, есть выделенные бюджетные средства, программа также работает. Вполне возможно, что за расчетом, что будет концепция утверждена патриотического воспитания на федеральном уровне, эту программу придется выделять отдельно и строго ее описывать только в рамках развития, повышения уровня патриотического воспитания. Ну и хочется сказать, что мы все вместе, все категории населения, особенно мы, старшие поколения, которые в той или иной степени соприкоснулись с войной. У кого-то это семейная боль, кого-то лично коснулось или его отца, дяди, деда, кто-то как-то косвенно, дети войны и так далее. Мы должны вот эту святую память о тех событиях, чистую память, без этих примесей, которые в последнее время наслоялось, должны как-то передать молодому поколению, потому что вас — это наше будущее, мы-то знаем эти события, мы их ценим, помним, отдаем должное. Вы примите с наших рук эти знания, эту святую память. Вот наша задача. Александр, вы как председатель общественной молодежной палаты, вы участвуете в проведении каких-то мероприятий именно патриотической направленности? Может быть, в планах что-то есть? В планах, конечно, есть, да. Мы принимали участие в обсуждении закона, о котором Виктор Леонидович говорит о патриотическом воспитании в мае этого года. И в целом в плане, конечно, есть на вот сейчас заканчивая срок полномочий данного СЗВ молодежной палаты, ну и в следующем СЗВ будем активно работать в этом направлении. А что касается закона о патриотическом воспитании, вот как вы считаете, этот закон станет тем инструментом, каким он задуман? Он будет способствовать возрождению патриотического приложить максимум усилий, что сейчас в принципе делается, я думаю, вполне. Марина Михайловна, как вы считаете, вот создан, есть закон, вот он будет работать? Это зависит от того, насколько формально люди будут относиться к делу или искренне. Формально это значит, можно продекларировать, заявить, я патриот, но ничего не сделать для того, чтобы вот именно формировать патриотизм у окружающих. Сейчас интересные такие моменты, идут, своеобразная запись для участия в массовых мероприятиях 9 мая. И самое интересное, что не все люди готовы откликнуться, раздумывают, пойду ли я 9 мая к вечному огню. Ведь это своеобразный показатель, это своеобразная лакмусовая бумажка патриотизма. поэтому если будет документ работать реально, тогда и результат будет соответствующий. Кстати, одним из показателей этого служит тот факт, который по центральному телевидению в последние дни озвучен, все меньше молодых людей, которые не желают служить в армии. значит, перелом определенный происходит, и мы очень надеемся, что мероприятие на уровне, по крайней мере, округа, это маленький вклад в решение данной проблемы. Вот вы правильно упомянули, что мало принять какие-то решения на законодательном уровне, нужно, чтобы человек сам захотел, чтобы слова «я патриот» были не просто словами. А вот какие организации, может быть, это в школе, на уровне школы, на уровне семьи, кто должен направить подрастающую молодежь, ребенка по этому направлению? Я могу постараться ответить на этот вопрос. Дело в том, что уже говорил, что это на всех уровнях должно стимулироваться. Мы же пошли по пути создания кадетских классов. Это тоже определенный вклад в развитие патриотического воспитания. Мы готовим молодое поколение уже школьной скамьи. Честно говоря, это мы воспоминаем хорошо забытые старые, по большому счёту. Кроме этого, мы знаем, что будет уже принят указ президента, подписан, о создании детской организации на федеральном уровне, которая тоже будет нацелена на патриотическое воспитание. Но, естественно, вы совершенно правильно сказали, что от каждого человека зависит вклад в это дело. если просто принять документ, расписать это по полочкам, кто за что отвечает, но не вложить в это дело душу, и каждый должен на своём месте практически что-то сделать, тогда и будет общий ощутимый результат. Тут нельзя надеяться друг на друга, ведь рядом с тобой ходят те же подростки, они живут рядом с тобой, в твоей семье, они тут соседи, ты вместе ходишь с ними на какие-то мероприятия. Вот это такой, знаете, старый принцип «Делай как я», своим примером личным, своим отношением личным к этим святым событиям, о котором вы говорили, тому же посещению на 9 мая Вечного огня, мы пытаемся передать и привить им вот этот патриотизм высшей степени и какую-то, знаете, такую, что ли, прививку от фальсификации истории. Вот, кстати, хочу ещё поговорить о волонтёрском движении. В последние годы в стране активно развиваются и в нашем регионе тоже, Александр. Вот волонтёры — это люди, это патриоты? Ну, в какой-то степени, наверное, да, потому что, во-первых, волонтёр, он всё это делает на бескорыстной основе, то есть он не получает за это какие-то финансовые привилегии, ещё что-то. То есть даже вот данный тест, он ведь у нас всё равно волонтёрский идёт, то есть у нас нету столько народу в палате, чтобы его провести, а на каждый из площадок надо минимум 5-7 человек, это только минимум. Вот волонтёры сидят у нас, Марина Михайловна, волонтёр, там она проводит своё личное время данные лекции, учителя истории все откликнулись. Так что, ну, волонтёры, я считаю, маленькие, но патриоты. Ну, я думаю, они даже первые патриоты, потому что, честно говоря, извините, что я перебил, мне кажется, наиболее правильным, и то, что сказал Александр, это то, что люди не по долгу службы, а по долгу совести, по велению совести участвуют в этом движении, это главное, и поэтому, я думаю, что они очень серьёзно настроенные патриоты. Всё правильно. И к Вечному огню в 9 мая идут не те, кого заставляют, делегируют, а те, кто по долгу совести. Марина Михайловна, вы уже поминали о том, что лекции проходят в Ниндзьском кроеческом музее. Когда будет вторая лекция для тех, кто хочет посетить? Вторая лекция будет в следующий четверг, 21 апреля, в 17 часов 30 минут, и мы тоже ждём всех желающих посетить лекцию. Я надеюсь, что она действительно поможет вспомнить забытое или поможет кому-то узнать что-то новое для себя, по-новому осознать героику Великой Отечественной войны. А как строится лекция? Какая тема будет затронута? Материал, который я предлагаю в публичных лекциях, условно поделён на две части. Вот вчерашняя лекция была посвящена двум важнейшим вопросам. Первое — это причинно-следственные связи, причина отступления Красной Армии в 1941 и 1942 годах. Это очень важный вопрос, его необходимо знать. А вторая тема, которую мы рассмотрели, это главнейшее, важнейшее сражение Великой Отечественной, важнейшие военные операции 1941-1945 годов. И вторая лекция в продолжении всего, что есть, позволит нам не только закрепить вот эти знания, эту информацию, но и позволит прикоснуться к международному значению и эффекту наших наступательных операций. То есть мы будем говорить о международных конференциях главправительств трёх стран антигитлеровской коалиции. Мы будем говорить о памяти Великой Отечественной войне, наградах, героях, памятниках. И будем обязательно говорить о вкладе тыла в Великую Победу. То есть перечень вопросов достаточно большой, но постараемся всё вот по максимуму охватить. А первый раз какой охват был? Много людей пришло на лекцию? В пределах 30 человек. Причём люди разного возраста. Мне было очень приятно увидеть двух своих бывших учеников. Когда-то в искательской школе мы вместе с ними изучали историю Великой Отечественной войны. Была молодёжь, которую привели представители Центра молодёжных инициатив. Были люди старшего возраста. То есть в целом мне показалось, что люди пришли даже не для галочки, а для чего-то ещё. Внутренне необходимо было видимо им прийти. 21 апреля в 17.30. Да. Александр, проводится какая-то агитационная работа? Приглашаются, может быть, вы ходите по организациям, по школам, приглашаете пройти этот тест? Я вас понял. Ну, конечно, проводится, да. У нас отправлены письма общественной организации. Вот многие организации мы отправили в сети, в интернет, ВКонтакте рассылками. Сарафанное радио, что у нас на Редмаре действует, наверное, лучше всего. В газеты, вот вас, в СМИ, вот сегодня. То есть, конечно, стараемся проводить по мере возможностей. Виктор Ильянович, вы уже упомянули сегодня о государственной концепции патриотического воспитания. Что она может подразумевать? Ну, целью государственной концепции, как и всего патриотического воспитания в целом, является подготовка молодого поколения к тем действиям, которые возможны в самое сложное время, то есть самоотверженности и патриотизму на деле. Ведь, понимаете, можно быть патриотом в душе, но никаких действий, которые выражают твоё отношение к Родине, к твоей малой Родине или большой, не предпринимать. А ведь это всё очень просто. Ты служишь в армии, ты служишь Родине, ты учишься её защищать. Ты хорошо работаешь, ты своим трудом укрепляешь Родину. Понимаете, это вещи-то элементарные. Поэтому концепция будет и нацелена на то, чтобы подготовить подрастающие поколения, к ответственности, к ответственности, к ответственному отношению к своей отчизне, к своим родным и близким и к защите их в случае необходимости. Александр, а вот вы, как представитель молодёжи, вот вы как оцениваете свои знания по истории, вот честно, если быть? Честно? Учиться, учиться, учиться ещё. Читать? Конечно, много читать. А сами тест будете проходить? К сожалению, нет, потому что я его буду видеть. То есть я являюсь здесь, наверное, куратором данного теста, и билеты и ответы будут приходить именно ко мне. То есть вы будете видеть ранее? То есть это будет нечестно, если я его буду писать. Виктор Ильянович, а вы? Я постараюсь, конечно, изо всех сил, потому что всегда уделял исторической литературе очень большое значение. Вот трехтомник Жукова-то я осилил в своё время. Хочется сказать, конечно, что это очень специальная литература. Там очень много военной терминологии, и, конечно, среднему читателю, особенно когда у него гражданская специальность, очень сложно где-то оценить это все. Ну, он заслуживает уважения, потому что всё-таки Жуков изложил это очень правдиво. Надо отдать ему должное. Но мне нравятся и другие книги о войне, и я знаю о войне не только из школьных учебников. И вот это, наверное, самое главное. Вот каким образом возбудить интерес к этой литературе, а не просто пройтись по школьной программе. Потому что всё-таки в школьную программу пускай историки не обижаются, а там пытаются как-то по максимуму, ну, может быть, где-то и сократить. И многие вещи уходят с поля зрения. А изучение литературы, особенно таких авторов, как тот же Жуков, как другие полководцы, а даже простые солдаты, это очень важно. Ведь война у всех была разная. Была война у командующего фронтом, была война у рядового бойца. У них как бы каждое видение другой войны, каждый прошёл свой путь. Понимаете? И поэтому посмотреть на эту войну с разных точек зрения, это очень важно. Ведь у нас воевало сколько, 12,5 миллионов военнослужащих практически прошли через войну, и, по-моему, порядка 600 тысяч, значит, они погибли безвратные потери. Около 9 миллионов человек. 9 миллионов, да. Понимаете? И у каждого участника войны была своя война. Кто-то прошёл всю войну и расписался на Рейхстаге, а кто-то попал под первую бомбёжку или ещё там в поезде, который ехал к войне. И на этом его военный путь закончился. Но они все вложились в победу. Поэтому война это такое масштабное событие, оно затронуло столько колоссальной массы населения и на фронте, и в тылу, что его просто надо прочувствовать. А чтобы прочувствовать, школьной программы всё-таки маловато. Я ещё могу дополнить такой момент, привлекает к себе внимание. Великая Отечественная война, пожалуй, единственная тема, которая не вызывает жарких дискуссий между собой представителей разных политических сил. То есть она объединяет в буквальном смысле и Великая Победа это действительно праздник для всех, независимо от всяческих политических пристрастий. Этот факт необходимо использовать максимально, да. И мы, наверное, это как раз стараемся делать все. Совершенно верно. Коллега сказала, что мы можем расходиться в каких-то разных оценках, политических взглядах, принадлежать к разным партиям, к разным общественным движениям. Но в деле оценки и роли войны, этих событий в жизни нашей страны, важности этих событий, ведь мы практически, наши отцы и деды, сохранили нашу страну от порабощения. Ведь мы знаем теорию и историю в этой части, когда, в принципе, были планы очень такие серьёзные в отношении славянского населения Советского Союза. План Ост, извините, сразу предполагал, что на европейской части страны останется примерно 14,5 миллионов славян, остальные будут либо уничтожены, так же, как евреи, малые этносы и так далее, либо выброшены в Сибирь, а территория будет принадлежать Великой Германии. То есть вот документы об этом говорят не просто чьи-то слова, воспоминания и прочее, это реальные документы, которые тоже надо изучать. Вот эта человеконенавистническая теория германского фашизма, теория превосходства германской расы, она же предполагала, если не тотальное, то очень серьёзное уничтожение противостоящего населения, противостоящих стран противников. Поэтому это та опора и та основа, зная которую, мы можем объединиться, чтобы понимать, что несмотря на все свои разногласия по политическим каким-то воззрениям, по экономическим, социальным, в трудную минуту мы будем вместе. Наверное, это главное патриотическое воспитание. информация, которую можно изучать, наверное, всю жизнь. Александр, у меня ещё к вам вопрос. Напишут тест, результаты когда будут известны и кто будет проверять эти тесты? Результаты мы вот на каждый из площадок, наверное, мы постараемся вывесить в течение получаса после теста сразу же в определённом условном месте, то есть там, где, допустим, у гардероба, пусть там, скажем так. Тест он будет анонимный, то есть там будут выданы вместе с тестом корешочек, на котором будет также номер, то есть каждый может себя проверить. А потом в дальнейшем, уже в течение, наверное, апреля месяца будет вывешен на официальном сайте, на сайте собрания депутатов, попросим, чтобы тоже вывесили уже список вопросов и ответов. То есть каждый себя просмотрит, проверит, то есть результаты будут сразу же. То есть теминая фамилии нигде фигурировать не будут, если маленькие баллы будет не стыдно. Ничего страшного. Надеюсь, что все напишут этот тест хорошо. Спасибо за интересную беседу. Отрадно, что государство возрождает такое направление, как патриотизм, что существуют такие общественные проекты очень хорошие. Спасибо. А я напомню, всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны пройдет 23 апреля во всех субъектах России. Сдать его можно будет и онлайн на сайте kdgr.rf. Начало теста в 11.00. Участие добровольное и бесплатное. Присоединяйтесь. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова